Рейтинг передовых инноваций в Коми открывают, как ни странно, библиотеки. В эру высоких технологий даже они не смогли сохранить традиционную бумажную форму. Сегодня жители Коми просвещаются в уникальных модельных залах. В помощь читающим современные компьютеры, высокоскоростной интернет и 3D-принтеры. За этот год такие модельные площадки появились сразу в девяти библиотеках. У нас на 8 марта мальчики делали кружки девочкам. Целый класс девочек делал для всех пальчиков. Кружки сидели тут, на 23 февраля, да, сидели тут, рисовали, фотографии у них были, монтировали. Специально программное обеспечение графических редакторов. Шестое место в рейтинге самых-самых достается столичным физиологам. В январе они испытали уральский электронейростимулятор – уникальный аппарат для регуляции давления. Тело пациента пронизывает слабый электрический ток, приводя таким образом давление в норму. И все это без лекарств. Достоверно снизилось систолическое давление, проявлялась тенденция к понижению тоже существенного диастолического и в некоторой степени частота сердечных сокращений также была снижена. За этим аппаратом говорят российские медики будущей отечественной медицины, как, впрочем, и за проектом «Бережливая поликлиника». Они в нашем рейтинге технологических прорывов под номером 5. В рамках проекта обычные медицинские учреждения проходят тотальную перезагрузку, оптимизируются работы персонала и почти полностью обновляется оборудование. В 2019-м статус «Бережливая» приобрели сразу 14 поликлиник, третий из которых – цыктывкарские. Также вы сразу записываете на прием к врачу через РИАМ СЗД. Да, да. То есть вы видите расписание все. Да. А ведь, ребята, можно записаться к неврологу на такое-то число? Да, конечно. Вы смотрите, на такое число нет? Смотрим, да, номерочки свободные записывали. А сколько сейчас у вас в среднем на очереди? Ну, вот, пожалуйста, номерочки есть на следующую неделю. Технологии будущего обосновались и в сфере образования. Так, в сельских школах КОМИ за этот год открылось несколько точек роста. Они, кстати, в нашем рейтинге четвертые. Одна такая точка – альянс нескольких высокотехнологичных классов. Интерактивные доски, современные ноутбуки и роботы. С помощью них как малыши, так и старшеклассники осваивают все – от математики до механики. В 2019 году наш Сыктывдинский район реализовал проект, федеральный и региональный проект, современная школа в рамках национального проекта образования. В нашем районе уже открыты три точки роста в трех общеобразовательных школах. Это здесь, в Зеленце, где мы сейчас находимся, еще в Пашге и в Ильгарте. Третье место хай-тек рейтинга достается интерактивным концертным залам. Таких в республике в 2019-м открылось сразу четыре. В Усинске, Сосногорске, Инте и Ухте – огромный светодиодный экран, современное звуковое оборудование и компьютеры. С помощью них жители КОМИ смотрят мировые музыкальные шедевры, не выезжая из родного города. Самое главное – у нас новый компьютер, который подключен к экрану. Соответственно, и новое программное обеспечение, которое позволяет настраивать изображение в несколько слоев, в несколько видео. 2019-й доказал – звучать по-новому могут не только артисты Большого и Мариинки. Свой голос выражают и братья наши железные роботы. Один из них по имени Семен живет в Сыктывкарском кванториуме с 2017-го. Здравствуйте! Сегодня система работает в тестовом праздничном режиме. Ура! 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 За несколько лет его искусственный интеллект заметно шагнул вперед. Сейчас Семен не просто добрый робот, он еще и серьезный преподаватель. Так, в минувшем октябре вопросы не побоялся задать даже полпреду Александру Гуцану. В книге единственно правильный ответ. Поздравляю, следующее слово. За смелость и стремление к просвещению робот Семен на втором месте рейтинга КОМИ Хай-Тек 2019. Впрочем, с приходом чего-то нового всегда срабатывает закон равновесия. Если что-то появляется, что-то обязательно должно исчезнуть. Так, в 2019-м мы распрощались с аналоговым телевидением. Вся страна перешла на цифру. Россиянам стали доступны 20 каналов, где Юрган тоже нашлось место. Благодаря сотрудничеству с ОТР теперь часть утреннего и вечернего прайм-тайма – наши. Мне нравится Юрган. Это Юрган у вас помогает. Понимаешь, много общин берет по России, по республике. Много показывает, понимаешь. Народ, по предприятиям ходит. Потом очень интересная передача у вас есть. Особенно мне нравится крик. Вот, особенно вот я часто смотрю крик. И другая передача у вас, молодцы, Юрган, работает лучше, чем другие каналы. Новые форматы, высокие технологии и цифровой прогресс – эти фразы как нельзя лучше описывают уходящий год. Особо радует, что высокотехнологичные достижения 2019-го стали почвой успешного развития в будущем. Мария Евстафьева, Евгения Кладкевич, Телеканал Юрган.